Всем привет! Вы на канале Сергей Огончаренко и сегодня мы посмотрим на вот этот вот смартфон. Это Samsung S23 Ultra. Это один из самых лучших, один из самых дорогих Android смартфонов на сейчас, на сегодняшний день, на 2023 год. Я расскажу вкратце о моей ситуации. На сейчас я подыскиваю себе, возможно, идеальный или лучший Android смартфон именно под свои задачи. Хочу пользоваться одним смартфоном, чтобы он мог выполнять все задачи. На данный момент я использую и Android смартфон, и iOS смартфон, то есть это iPhone и Android смартфон. И хотелось бы совместить эти два смартфона по возможностям, не по операционной системе, потому что Android мне нравится все-таки больше, и получить максимум, что можно получить. И в итоге я решил попробовать Samsung Galaxy S23 Ultra. Напомню, что перед этим у меня был Pixel 7, и по некоторым параметрам он мне не подошел, но это только лично мне по моим параметрам. В целом смартфон был очень-очень даже хорош. Итак, давайте открывать смартфон. Он сейчас полностью запакован. Мы сейчас откроем, посмотрим, что он из себя представляет. Первые впечатления. И да, я хотел купить этот смартфон еще на старте продаж, но вот как-то не сложилось. И я купил изначально Pixel 7, потому что Pixel 7 был, ну, значительно дешевле. Но, еще раз повторюсь, по некоторым параметрам он мне не подошел. Как вы видите, упаковка минимальная здесь. Samsung взял в расцветке вот в такой вот зеленой, и здесь, ну, не чисто зеленая расцветка, но, в принципе, выглядит неплохо. Не хотел скучной черной, не хотел я белой, розовой или какой-нибудь другой, а вот что-то более универсальное, немного не классика, в таком вот зеленом цвете. Итак, давайте посмотрим далее на комплектацию. В комплекте вы видите сам смартфон. Что есть еще? Здесь, здесь у нас только Type-C на Type-C кабель, инструкции и гарантийные талоны. Все на этом, наверное, да, на этом, наверное, и все. И, естественно, при покупке смартфона за, ну, немаленькую сумму денег, хотелось бы видеть в комплекте еще хотя бы что-нибудь. Но, если снять вот эту вот защитную пленку, точнее рекламную пленку, то мы увидим, что здесь абсолютно ничего нет. Никаких защитных пленок, никакого стекла, никакого чехла и даже нет зарядного устройства. Это все придется покупать самому. Ну, а, к слову, к стоимости, это, наверное, самый дорогой Android-смартфон, который сейчас продается. По итогу стоимость этого смартфона составляет от 1400 долларов до 1700 или даже 800 долларов, в зависимости от объема памяти. Но, скажу так, что занимает система здесь около 50 гигабайт, и мы немножко позже это все посмотрим. Память на 128 брать я не вижу никакого смысла. Лучше уже покупать и 256 или даже 512. Мой вариант это объем памяти 512 гигабайт. Так что, делаем первое включение. Ну, а в целом по ощущениям. Смартфон первое. Первое, что мне кажется, смартфон, но не маленький. Но, когда берешь его в руку, чувствуется, что лежит он в руке уверенно. Тяжелый, увесистый, но не маленький. И я больше всего, что переживал в дизайне, то, что он такой вот более квадратные углы, хотя есть скругление. И это хорошо, скругление и на корпусе, и немножко небольшое скругление на стекле, на экране. Ну, в руке лежит удобно, и, к примеру, если вот брать правой рукой, то большой палец отлично, как раз отлично ложится на кнопку питания. Если дотягиваться до регулировки громкости, нужно немного перебрасывать. Но, в целом, смартфон очень-очень даже хорошо лежит в руке, несмотря на то, что он большой. Ну, давайте сразу же, у меня есть iPhone Pro Max серии, и, соответственно, можно будет сравнить по габаритам. Итак, iPhone и Samsung. Ну, и Samsung, конечно же, побольше. И, во-первых, он выше. Во-вторых, если посмотреть на вот эти вот скругления, то однозначно видно, настолько больше получается Samsung. Посмотрим, настолько больше полезной площади в экране будет, ну, и, в целом, настолько эргономичнее какой-то из смартфонов будет. Толщина у них приблизительно одинаковая. Если брать оба смартфона в руки, то, скажу так, Samsung лежит в руке значительно комфортнее. Если бы здесь были еще скругленные края, как в iPhone, то он бы был намного удобнее, я думаю, намного комфортнее. Но, возможно, на таком экране будет более удобно воспринимать какую-то информацию и пользоваться стилусом. Но, если, смотрите, оба смартфона использовать без чехла, Samsung значительно комфортнее. Все из-за того, что здесь есть скругление на гранях. А в iPhone более острые грани, и это не так удобно, не так комфортно. Итак, что же, первое включение, начало. Сейчас я выберу язык, пройду первые настройки и посмотрим далее. Итак, первое, на что стоит посмотреть после включения, это объем памяти. Потому что сразу же будут устанавливаться какие-то, возможно, обновления, какие-то приложения. И, смотрите, уже идет какая-то установка и обновление, и настройка. Так вот, до того, как начало все устанавливаться и восстанавливаться, смотрим объем памяти, занятой, 58 и 62 гигабайта. То есть, практически под 60 гигабайт. Да, говорят, что сюда входит не только система, а и некоторые приложения. Приложения, которые поставляются сразу же с Samsung. Ну, давайте посмотрим, что поставляется из приложений. Ну, это такие приложения по типу Netflix, Samsung Members, и, возможно, какие-то вот эти вот приложения. Game Launcher, Samsung Global Girls и фирменные приложения от самого же Samsung. И, возможно, они дополнительно занимают какое-то место. Да, возможно, 1 или 2 гигабайта, может быть, там, ну, пускай даже можно допустить, что 3 гигабайта. Но никак не, там, 30 гигабайт. Во всяком случае, 58 гигабайт под 60 гигабайт на систему, это очень много. И вот из-за этого я купил объем памяти 512 гигабайт. Потому что, ну, во-первых, там 256 и 512, да, разница не столь существенная, но не маленькая. Там больше 100-150 долларов, кажется, если я не ошибаюсь, было. Но 256 и 512, объем по памяти просто колоссальный. И если я хочу пользоваться этим смартфоном как основным, использовать его камеры, а это один из главных козырей этого смартфона. Здесь множество камер, и они, они, к слову, все полезны. И, к слову, очень-очень даже хороший набор для повседневного использования. И если я хочу использовать этот смартфон для фото, для видеозаписей, для моих рабочих задач, то как раз этого объема памяти будет достаточно. Первым делом еще, я думаю, стоит посмотреть, есть ли какое-то обновление программного обеспечения. Думаю, что какое-то, возможно, и есть. И плюс ко всему, Samsung анонсировал и уже начал рассылать обновление программного обеспечения. Есть, уже пошла даже загрузка. Обновление программного обеспечения, которое больше касается работы камеры. И, возможно, здесь уже будет входить это обновление. Я буду записывать серию видеороликов о Samsung S23 Ultra. Наверное, запишу спустя дня 3, 4 или 5 дней использования этого смартфона. То есть, первые впечатления после использования смартфона. А также буду записывать видеоролик, полный подробный обзор и опыт использования. И вот тогда уже будем делать какие-то выводы после использования этого смартфона. Потому что первые впечатления могут быть обманчивы. Но то, что я сейчас чувствую, смартфон в руке лежит очень даже хорошо. Он не скользкий, что классно. И у него сейчас, по первым впечатлениям, эргономика очень даже. Плюс ко всему, мне нравится вот такое расположение кнопок. Когда кнопка питания и кнопка регулировки громкости находятся на одной грани. Для меня это самое максимально удобное расположение. Далее. Не забываем, что здесь есть еще стилус. А смартфонами со стилусом я давно не использовал. И я припоминаю, Samsung, которым я пользовался. Ну, пошли первые рекомендации. Смартфоном, которым я пользовался линейки Note от Samsung. Это был еще, так вот основательно и долго, это был еще Samsung Note 3. Конечно же, время прошло, все это изменилось. Стилус. Что по стилусу, по впечатлениям? Ну, смотрите, легкий, маленький, комфортный, по первым впечатлениям, ощущениям. Как только подводишь на расстоянии, смотрите, где-то сантиметров трех, сразу появляется точка. Вот так вот покажу, наверное, будет лучше видно. Точка, куда вы сможете нажать и как будет реагировать. Стилус имеет приятное нажатие, то есть он немного амортизирует. Можно удержание, я вижу, делать, можно просто легкий тап. Давайте обои и стиль посмотрим. Установим какие-нибудь светлые обои. Я люблю больше светлую тему. А здесь как раз светлых обоев и нет. Галерея пуста. Нужно будет включить управление жестами. Не знаю. Давайте пока вот этот. Так, скажу сразу, стилусом пока приятно пользоваться. Очень хорошо скользит. Приятно, да. Здесь пока все хорошо. Далее. Ну и стилус, когда вы... На стилусе, кстати, есть дополнительная кнопка. Это стилус, когда вы нажимаете на сам стилус. Давайте фокус. Когда нажимаете на сам стилус, происходит такой вот характерный щелчок. Такое, как будто, знаете, шариковая ручка. И тогда вы сможете достать сам стилус. Ну, здесь как бы приятно. Я не думаю, что мне стилус будет очень-очень даже полезен. Ну, хотя посмотрим, опять-таки, в опыте использования. Это будет больше видно и больше заметно. Далее. Что, наверное, еще интересно по дисплею. Опять-таки, дисплей. Ну, здесь дисплей очень-очень даже хорош. Производителями заявлено, что это динамик AMOLED дисплей. Зигональю там 6,8 дюймов. Давайте посмотрим по умолчанию частота, какая установлена. Дисплей. Разрешение. Смотрите, разрешение можно установить Full HD+, 2316 на 1080. И можно установить разрешение WQHD+. Ну, это 3088 на 1440. Давайте нажимаем применить. Нагрузка будет немножко больше на смартфон. И, наверное, все-таки я буду пока тестировать при таком разрешении, чтобы понимать и автономность его. И, возможно, сделаю тесты при Full HD+, разрешении. И посмотрим, как он будет себя вести. Но, скажу так, покупая смартфон с множеством плюшек, будет немного даже странно не использовать его возможности, его плюшки. Так, и нам нужна вот адаптивная установлена 120 Гц. Но, настолько я знаю, опять-таки, производитель заявляет, что частота здесь от 1 до 120 Гц. И посмотрим, настолько это правда и настолько это работает и как это работает. Но сейчас смартфон, конечно, кажется плавно. Все-таки стоит дождаться загрузки обновлений и тогда уже посмотреть, что к чему и как это все будет работать. Плюс ко всему, уже каких-то 15 приложений стандартных было установлено. Что сюда установлено, какие-то игры нет, пока еще непонятно. Ну и дисплей, конечно же, хорош. По первым впечатлениям, здесь изображение просто фантастическое. Разрешение очень-очень высокое. Даже если присматриваться, никакой пикселизации здесь заметить невозможно. И это классно, это хорошо. Давайте еще посмотрим на максимальную яркость. Кстати, вот здесь сейчас в светлом помещении, достаточно-таки светлом, множество разных источников освещения. И это только порядка 60% яркости. Давайте посмотрим вот сюда. Это будет максимальная яркость. И даже на светлом фоне есть небольшие засветы, на темном, а на светлом так тем более. И это же все установлено в ручном режиме. Если будет работать еще автоматическая регулировка яркости, к примеру, на солнце вы будете смотреть на этот дисплей, то яркость будет еще выше повышаться. И в итоге, если я не ошибаюсь, там топовая максимальная яркость 1750 нит. И это просто заоблачное, можно сказать так, значение. Итак, что же, устанавливаем новое программное обеспечение. А пока идет обновление системы. Что хотелось бы сказать, то что я сразу же со смартфоном заказал еще вот такой вот чехол. Кстати, вот этот вот вариант чехлов, он один из самых любимых чехлов, которые я использую на всех смартфонах. Настолько это возможно. Почему? Потому что это достаточно-таки плотный чехол. Здесь достаточно жесткие рамки, очень плотный и имеет хорошую защиту. Плюс ко всему, у него стоимость там просто смешная. Он стоит 3, 4, 5 долларов. В принципе, такой вот смартфон, ну, не хотелось бы сразу же без чехла использовать. В итоге, смотрите, что получается. Из-за того, что здесь немного скруглены. Скругление здесь, кстати, минимальное. Я за это очень сильно переживал. Думал, здесь будет такой себе дисплей-водопад. Ну, нет. Но, смотрите, как выполнен чехол. Получается, что, да и все чехлы будут вот здесь в уровень с дисплеем. А вот верхние и нижние рамки будут немного выступать. Давайте вот покажу. Вот так вот будет хорошо видно. И, к примеру, с большинством чехлов можно не бояться класть смартфон экраном вниз. Защита будет присутствовать. Но защита будет по верхней и нижней рамке. Боковые рамки здесь вровень с дисплеем. Ну, и в целом, наверное, в будущем стоит, или в недалеком будущем, установить какое-нибудь защитное стекло или, может быть, защитную пленку. Далее, что по камерам. По камерам скажу, что вроде бы как защита присутствует. Вот ободок здесь есть дополнительный. Давайте посмотрим. Да, да, в действительности камеры получаются здесь защищены. Хорошо. Кнопки выделены. Кнопки, ну, сейчас я пока их не буду нажимать. Все вырезы, вырезы все отлично сходятся. Под стилус, под динамик, под микрофон, под Type-C, под дополнительный звуковой вывод. Все хорошо. И вот так вот я, наверное, буду использовать. И по эргономике, смотрите, ну, да, стал немножко толще, но не колоссально и незначительно. Во всяком случае, эти чехлы достаточно-таки хорошие. Ну, пока мы снимем чехол, дождемся обновления и посмотрим еще на несколько аспектов. В итоге обновления на сейчас уже завершены. Все обновления, которые были там в стандартных, может быть, приложения, обновления смартфона завершены. И смотрим, что по хранилищу, по хранилищу. И мы видим, что плюс еще 1 гигабайт. 59, 68. То есть 60 гигабайт это система. Давайте посмотрим, приложения новые какие-то добавились. Нет, конечно же, не добавились. Давайте посмотрим, их удалить можно. Да, приложение удалилось. Это приложение удаляется. Это приложение удаляется. Что еще? Так, множество фирменных Samsung. Давайте пока их не будем удалять. Но имеем в виду, что... Давайте посмотрим, какой смарт-свитч может быть, пускай есть. Ну, например, вот это вот непонятно что. Удалить можно. Браузер удалить можно, кстати. Так, Shop Samsung удалить можно. Соответственно, я думаю, каких-нибудь там может быть мегабайт 500, может быть до гигабайта, и получится освободить при удалении стандартных приложений. Еще раз смотрим. Обслуживание устройства. 59, 44. Как вы видите, удаляется, и память немножко увеличивается. Но, опять-таки, обязательно, внимательно смотрите при выборе, при покупке смартфона. Память на 128 категорически не рекомендую, потому что больше даже получается, у вас получится половина, или даже больше половины, у вас будет просто занято системой. Что, ну, абсолютно неразумно, поэтому минимум 256 гигабайт стоит выбирать. А то и все 512. По железу, ну, конечно же, говорить пока рано. Все стандартное, ничего не установлено. Смартфон очень быстрый и шустрый, по крайней мере, по его стандартным приложениям, по его стандартному меню. Пока я еще ничего дополнительно не устанавливал. Ну, и по железу, это Snapdragon 8 Gen 2. На сейчас это самый новый, самый производительный процессор. Варианты по памяти 12 оперативно и 128, 256 или 512. То есть здесь новейшая память, новейший процессор, топовое железо. В Antutu будет набирать, я не знаю, там больше миллиона, конечно же. Ну, это опять-таки. Посмотрим уже в тестах, посмотрим в играх. Я думаю, ближайшие там 2-3 дня я расскажу о первых впечатлениях после настройки этого смартфона. Ну, и что же еще? Хотелось бы посмотреть на камеру. Не знаю, добавлю, не добавлю сюда. Несколько снимков хотя бы тестовых. Но скажу так, что здесь все камеры нормальные, все рабочие. То есть, смотрите, 0.6X это широкоугольный модуль камеры. Классно, рабочий. 1X основа. 1X основа это 200-мегапиксельный модуль от Samsung. Какой-то новый, не знаю, посмотрю, больше технических данных. Следующий. 3X это оптический зум. Классно, хорошо. И следующий. 10X это также оптический зум. То есть, все камеры рабочие. И если еще перейти в 0.6X, то это, по сути, должен быть еще и макро-режим. Но вот включается он автоматически или нет. Давайте посмотрим. 0.6X. Кажется, автофокус присутствует. Ну, не знаю. Опять-таки, посмотрим. Посмотрим, что из этого в целом получится. Потому что здесь я не вижу макро-режима. Здесь я не вижу макро-режима. И здесь я точно так же макро-режима не вижу. Привет, фронтальная камера. Кстати, по поводу фронтальной камеры, так же хорошо, так как она здесь с автофокусом. То есть, по сути, единственный, полноценный по множеству функций и вариаций, единственный конкурент iPhone 14 Pro и Pro Max, это Samsung S23 Ultra. Ну, больше это конкурент версии Pro Max. Так что, в итоге, хорошо. И по камерам тоже скажу, что по зуму приятно то, что есть и 3X и 10X. Возможно, 10 может быть не всем понравится, хотя это круто. Ну, и плюс ко всему, все вы помните и знаете множество интересных историй по поводу зума от Samsung, как все фотографировали Луну и как в итоге все получилось, что нейронка вам на максимальном зуме просто дорисовывает картинку, чтобы она была получше. И, возможно, это не только будет на максимальном зуме, а, возможно, это будет на всех остальных камерах, и в действительности, может быть, какие-то мелочи будет дорисовывать. Ну, а что, эпоха пошла такая, что фотография больше стала цифровой, больше стала работать на программном обеспечении, нежели с помощью оптики. А еще мне очень интересно было послушать звуки с динамиков этого смартфона. Итак, давайте включаем аудиотрек. Пока еще стандартный аудиотрек, никак я его не заменю, но стоит напомнить, что здесь два динамика, один на нижней грани, один на верхней. Опять-таки, по отзывам, то, что я слышал, звук здесь хороший, причем, ну, давайте, чтобы не было испорченного телефона. Итак, по первым впечатлениям скажу, что, ну, во-первых, конечно же, звук громкий, насыщенный, объемный, есть низкие частоты, и приятно осознавать то, что верхний динамик здесь сделан не для красоты, не для того, чтобы просто какой-то звук он издавал, он издает нормальный звук, и по мощности, по громкости, по качеству он не сильно уступает нижнему. И вот это вот хорошо. Ну, а по первым впечатлениям скажу, что по звуку, ну, немного я бы все-таки сказал, что он уступает смартфонам iPhone версии Pro Max. Например, сравнивать ей с 13 или 14, то в iPhone, наверное, чуточку, минимально, но звук все-таки будет лучше. Могу ошибаться, но в полном подробном обзоре сделаю более подробное сравнение. И да, кстати, подробный тест автономности с таблицей, где тестировал автономность и сравнивал с другими смартфонами, также будет. Потому что этот параметр для меня также очень важен, а батарея здесь установлена в 5000 мАч, и автономность должна быть очень-очень даже неплохой. Хотя мощный топовый процессор в высокой разрешении, повышенная частота, возможно, не сильно будут способствовать этому. И очень яркий дисплей. Но проверим, настолько это хорошо работает и настолько это оптимизировано. Ну, и на этом, я думаю, данный видеоролик стоит завершать. Это была только распаковка, только первые впечатления. В дальнейшем будет серия видеороликов об этом смартфоне, о его мелочах, об опыте использования, в подробном обзоре сравнения видео, фото, возможностей работы, стилус. Настолько это практично, настолько это удобно, настолько удобно в целом пользоваться этим смартфоном. Ну, и в целом, я думаю, уже расскажу, будет ли это моим основным смартфоном. Нашел я ли для себя основной, идеальный или лучший смартфон, если он является таковым, если не является, почему, чем он не идеален, какие у него есть минусы, какие плюсы, вот это вот все будет скоро у меня на канале. Ну, а сейчас, сейчас пока впечатления очень-очень даже неплохие, в особенности очень сильно меня удивила, ну, можно сказать так, эргономика и удобство использования этого смартфона, потому что я как-то переживал за вот эти вот ровные грани, думал, что будет не сильно удобно. Но, как показала практика на сейчас, он значительно удобнее, нежели iPhone. Намного приятнее держать в руке этот смартфон, нежели iPhone, начиная с 12-й версии по 14-ю. Предыдущие смартфоны, кстати, с более круглыми гранями было держать приятнее, и этот Samsung также достаточно-таки приятно держать. Если у вас есть какие-то вопросы, кстати, пишите в комментариях, что проверить, что рассказать в обзоре, в опыте использования, возможно, какие-то интересные пункты будут важны, пишите в комментариях, сделаю упор на это, или же более подробно расскажу в полном подробном обзоре, опыте использования, или если актуально, если очень популярный будет, комментарий наберет, я запишу об этом в отдельный видеоролик. Ну и да, 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 кстати, переживаю еще по поводу шим и мерцания. Посмотрим, как отобразится это на моих глазах, так как смартфонами Samsung на постоянной, на длительной основе, к примеру, там хотя бы месяц использования, я давно не использовал, и очень интересно, настолько хорошо или плохо будет здесь и с этим смартфоном, и именно с моими глазами. Всем, кому данный видеоролик чем-то понравился или был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой первый-второй канал в YouTube, Telegram-канал и чат взаимопомощи. В чате взаимопомощи, такие как мы с вами обычные люди, общаемся друг с другом и помогаем друг другу решать теленные вопросы, теленные проблемы, помогаем с подбором и выбором устройств и гаджетов. Делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь многим он может быть интересен и полезен. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч!